Хорошо, все-таки мы убрали мебель из-под дождя, а то тоже жалко, привезли ее. Это я тебя заставил. Оставили на растерзание погоды. Друзья, ну короче, вот мы смотрите, мы разожгли костерочек, сейчас он прогорит и будем на углях жарить шашлык. Скажи, батя уже бутылку осушил? Да, батя уже опять пьяный. Уже бутылку осушил. Уже как всегда. Он не может без этого. Я ему говорю, меньше пей, а он все равно. И в общем, друзья, сейчас будем жарить вот шашлычок. Вкусненький. Вкусненький шашлык, друзья, у нас будет. Друзья, ну вот, смотрите, вот такой шашлычок. Пап, переверни на другую сторону. Смотрите, какой красивый шашлычок. Ого, тут он уже поджарился. А тут он уже хорошо пошел. Ого, смотрите, друзья. Вот такой шашлык-машлик. В общем, сейчас. Так, сюда немножко. Смотрите, видите, какой красивый, друзья. В общем, сейчас пожарим и будем кушать. Пожарился на шашлычок, уже темно на улице. Вот такой вот шашлык. Шашлик-машлик. Вот такой шашлик. Сейчас будем есть. Слушай, так тарелки есть. Сейчас я принесу. Да давай уже есть. Да давай мы с этого, с тазика будем брать. Вот у нас, друзья, мы в тазик прям положили. Сними. Видите, целый таз, о, повыше, вот так. Целый таз мяса, видите, друзья. Короче, приятного вам аппетита, друзья. Блин, а мы не сделали эту, знаешь, надо было твою эту аджику. Салат из помидор надо было сделать. Нет, аджика это клево. Ты аджику хочешь? Ну, ладно. Что, пакет достать? Да ладно, уже давай так есть. Мало соли, я говорил, что мало. Так а мы сидели-сидели, надо было за это время эти блюда приготовить. Салат. Да, да я забыл, надо было аджику сделать. Чеснока вон сколько, сейчас бы сделали. А ты не видно, папа, поднись поближе. Вот. Ну что, ты готовил? Ну, я ем вроде бы да, а у тебя? Вот этот кусок не готовый. Не готовый, да? О, блин. Так что, будем жарить дальше. Ну, тут нормально. Готовый? То, что, наверное, за рамки выходил. А что мы просидели, это они приготовили, ни салат, ни аджика, ничего. Мы общались. Это несправедливо. Это несерьезно, как Никулин, говорю. Вот смотри, вроде вон как жарилось, а ни хрена не прожарилось. Так что, муску нельзя включать? Нет, сейчас, потом я запишу, сейчас чуть-чуть поснимаю. Она нормально прожарилась, ножка. Она спросит своих подписчиков, что они сейчас едят. Чем они поужинали? Да, друзья, что вы кушаете? Напишите в комментариях. Ну, что вы сейчас едите? Борщ? Шашлык? Ну, не знаю, будет много, да? Или, может, вы в ресторане сидите? Там вас угощают. А, мы на природе. Да, это уксук. Ладно, все, оставь, куры сидят. Ну, ладно. Пицца. Те подписчики, которые сейчас находятся в гостиницах, и кушают такую еду с ресторана. Ребята, как отдохнете в гостинице, все-таки спуститесь на землю и организуйте свой шашлык. О, вот такой шашлык, смотрите. У своих деревни. Какой прожаренный. На свежем воздухе. А у кого нету деревни, просто на природу, ешьте свой. Получите двойное удовольствие, только из-за того, что это ваш, своими руками сделан. Правильно? Да. Совершенно верно. В ресторане вкусная еда, никто не спорит. Ну, и деньги там тоже немаленькие. У меня задача. Когда Путин поднимет нам пенсии... Ну, запомни, не надо. А, запомни, не надо. За политику не надо. Тогда я поеду в Швецию отдыхать. А я вот смотрел, это последний прокурейт. Ты не смотрел? Нет. Вы где охренеть? Что, хорошо они там живут, да? Ну, самое это лучшее, что можно придумать. Да? Да. Охрененно мне. И вот тоже, благодаря американцам, когда на них Ирак напал, он же их освободил. А кто жили бы в нищете, как и Ираке? Короче, там такие сумасшедшие эти вещи происходят насчет людей, как Амир, но с ними делится, это вообще не... Просто... Для нас в России это просто не верится. Да? Без процентов дает на постройку дома миллион долларов. Нифига себе. Долларов. Ты о чем говоришь? У каждого гражданина по статистике полторы слуги. Среди. Ну, у кого три-четыре, у кого один слуга. А так оно... У каждого слуги есть. Они практически не работают. Они живут за счет дивидендов. Или за счет бизнеса. Когда мы в России будем так жить? Ну, прожарилось все это, нет? Нормально. Нормально? Нормально, да. Я ем нормально. Мне тоже вот это взял кусок, прожарилось. Это... Наверное, мне кусок попался, который там... Ну, в стороне, как бы, далеко стоял. Не успел. Ну... В следующий раз надо все равно больше это... Костер разжигать, чтобы больше было углей. Ну, да. Ну, этот пенек маленький был. Те пеньки были большие и их хватило. А он там филенький был. Ну, последний. Ребята, представьте себе, что вы находитесь в тюрьме голодные. И перед вами кто-то сидит, кушает куски мяса. Ну, как вы среагируете? Это ужасы какие-то. Это ужас какой-то будет. Дай бог, чтобы никто в тюрьме не сидел и кушал куски мяса. Когда он захочет. И как он захочет. Ну, ладно, друзья. Мы дальше будем с батей есть. Мы хотим музыку еще послушать, включить. А вам спасибо за просмотр. Счастья вам, здоровья, удачи и всего самого наилучшего. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok